Поступила информация о том, что на ПТО Полесье заменена денежная оплата труда, частично заменена натуральной. Прокуратура с целью установления законности принятия такого решения и соблюдения самого порядка, установленного законодательством принятия такого решения, были истребованы из Полесье соответствующие документы, которые были изучены и установлено, что действительно при замене денежной оплаты труда натуральной был нарушен и установлен трудовым законодательством порядок. Так, согласно Трудовому кодексу и действительно, наниматель может частично заменить денежную оплату труда натуральной, но для этого ему необходимо согласие работника. При этом согласие должно быть получено предварительно до издания соответствующего приказа, но руководители ОАО Полесье этой нормой пренебрегли. Необходимо предварительное согласие работника до издания приказа, которое является по сути добровольным волеизъявлением. Согласно же приказу руководства Полесье, основаниями наряду с другими издания данного приказа, а именно заменой частично натуральной формой оплаты труда, явилось уведомление работника. То есть, по сути, уведомление само по себе носит распорядительный характер. О том, что не было получено согласие работников, свидетельствовало еще и то, что с данными уведомлениями работники были ознакомлены либо в день издания приказа, либо же через даже две недели после издания приказа, что также свидетельствует о том, что первоначально согласия работника получено не было. Сотрудников предприятия, скажем так, просто поставили перед фактом. Более того, в приказе был прописан пункт, что в случае несогласия с данным решением руководства с сотрудником может быть расторгнут контракт, что также противоречит действующему законодательству. Вот эта замена натуральной оплаты труда, она подводилась руководством Полесе под изменение существенных условий труда. И работников предупреждали, что в случае, если они не согласны продолжить условия вот с такими изменившимися условиями работы, то с ними будут расторгнуты контракты, прекращены трудовые договора. Вот. Вместе с тем, сама замена формы оплаты труда натуральной, она не является изменением существенных условий оплаты труда. Это лишь будет изменение формы выплаты заработной платы, но никак не изменение существенных условий труда. В связи с тем, предупреждение работников о таких юридических последствиях, как прекращение с ними трудовых отношений, является незаконным. После прокурорской проверки данный приказ был признан незнакомным и был внесен протест, так же, как и на действия руководства предприятия. Данные протесты были рассмотрены администрацией ООО Полесье и в полной мере удовлетворены. Замена натуральной формы оплаты труда была надлежащим образом оформлена, были надлежащим образом оформлены приказы, согласно которым заменяется оплата труда и полученные согласия работников о неуведомлении.